Меня, собственно, зовут Наталья Леонова, и сегодня я хочу с вами поговорить о взаимодействии тестировщиков и аналитиков. Собственно, это я. Я тружусь в компании Tessy Steps.Russ в отделе разработки, который находится в Санкт-Петербурге, и, собственно, в проекте, который связан с Deutsche Telekom. Раньше я была тестировщиком какое-то время, но потом, к сожалению, звезды, ну и, к сожалению, или к счастью, звезды сошлись так, что я стала аналитиком. Также хотела сказать, если вы были на докладе у моего коллеги Германа Варгена, наша компания любезно предоставила нам сувенирную продукцию, которой мы должны активно делиться, и если у вас будут вопросы, самым активным товарищем, который будет задавать вопросы, получат всякие разные веселые штуки с нашей компанией. С чего бы я хотела начать? Контактная информация. Обычно, как мы с вами знаем, в процессе разработки программного обеспечения коммуникация между тестировщиками и аналитиками проходит достаточно активно. Ну и, собственно, невозможно сделать качественный продукт, не коммуницируя друг с другом. Чтобы тестировщик, точнее тестировщики, то есть вы имели на руках понятную документацию, вам, как ни крути, приходится общаться с аналитиком. А аналитику также приходится часто выяснять у тестировщиков какие-то вопросы, касающиеся, как лучше реализовать данное требование. Ну и опять же, чтобы тестировщик получил качественный документ, когда нам приходит новое требование, мы должны как можно раньше начать коммуникацию и, соответственно, как можно раньше выяснять какие-то тонкости, которые у нас случаются с этим требованием. Давайте рассмотрим стандартную ситуацию. У нас выходит новый релиз нашего приложения. Мы открываем некий документ, который нам рассказывает о том, какие у нас планы на будущий релиз, где обычно это либо там какой-то просто список CR-ов, которые у нас будут девелопиться на следующем релизе. И, собственно, дальше возникает вопрос, где? Где документ? В данном случае задача аналитика – как можно быстрее предоставить тестировщику спецификацию. Как можно быстрее предоставить тестировщику спецификацию, соответственно, чтобы он, опять же, чем быстрее тестировщик и раньше ее прочитает, тем больше шансов избежать ошибок. Соответственно, как мы с вами знаем, есть отдельный термин, который называется баг на документацию. Ну и чаще всего баг-трекеры – это отдельный проект, в который мы заводим дефекты, касающиеся именно дефектов по спекам. Что касается аналитиков и тестировщиков. Активное взаимодействие – то, о чем я уже сказала. То есть чем плотнее мы общаемся, тем лучше у нас на выходе получается документ. Вопросы на ранней стадии, опять же. Как мы с вами уже можем заключить, чем быстрее у нас и раньше у нас возникают вопросы, тем, опять же, повышается качество. Классическая ситуация. На самом деле, это, наверное, больше из моего личного опыта. Аналитики тоже частенько тестируют. То есть это не совсем люди, отреченные от системы. Но в моем понимании аналитикой все-таки должен быть человек, который четко понимает, что происходит с его продуктом, который он описывает. И часто аналитики просто обращаются к тестировщикам за тем, чтобы спросить, а какое окружение лучше использовать, где у нас что установлено, как получить доступ к базе данных. Или, не знаю, где вообще элементарно взять тест-дату. Потому что в нашем проекте, например, бывает такое, что у нас не хватает каких-то там тикетов или каких-то контрактов для того, чтобы протестить какую-то функциональность или просто посмотреть, как она реализована в данный момент. Какие, собственно, бывают виды документации? Здесь важен тот момент, что чаще всего вы, тестировщики, сталкиваетесь с функциональной спецификацией, которая попросту называется FSS. Ну, соответственно, Functional Specification. История такая, что спецификации бывают разные, и у документации, как у сложной структуры, есть несколько уровней. Ну, если коротко, то в таком классическом понимании есть самый низший уровень, с которым обычно тестировщики и разработчики имеют дело. Это Functional Specification. Над ней находится Solution Design, или FSL, как его еще иногда называют. И самый верхний уровень – это DSP, который обычно никто не видит, потому что он лежит где-то в недрах менеджмента, и большие серьезные люди. Здесь даже дело, наверное, не в том, что не в серьезности от этого документа, а просто в том, что тем, кто уже непосредственно связан с тестированием разработка, это просто документ не сильно поможет. Он описывает какие-то глобальные вещи, какие-то такие моменты, как планы на релиз. То есть что будет, например, через два релиза, если у вас долгосрочный проект. Это на самом деле очень такая интересная штука. Соответственно, вообще, что такое спецификация, если так говорить простым языком? Потому что, что здесь еще важно? Классификация, которую я привела, это такая достаточно стандартная, скажем так, штука, установленная именно какими-то стандартными крупных компаниями или гостами, но частенько, опять же, может быть, не в таких больших проектах или просто в маленьких компаниях вместо слова спецификация употребляется такое понятие, как ТЗ, то есть техническое задание, или просто требование. То есть вы тестируете не по спецификации, а по просто некому набору требований. Например, если у вас новый проект, то есть у вас просто есть док с требованиями, и вы просто пытаетесь понять, чего хочет заказчик, и как бы тесты пишутся по такому, скажем так, по совсем сырому документу. Соответственно, спецификация – это некая модель системы, которая описывает ее качество, функциональности, которые ее характеризуют, и, собственно, какие вообще функции она должна выполнять. Собственно, некие моменты, которые должна выполнять система. Главное для нас, что нам нужно запомнить, что спецификация – это всегда модель системы. Что касается структуры спецификации. Как я уже говорила в самом начале доклада, у нас цель – получить документ как можно быстрее. То есть вы должны требовать аналитика, чтобы он вам буквально написал и отдал. Но, собственно, чаще всего так происходит. Например, в моем проекте – это вообще нормальная ситуация, новый релиз. Где спека? Наташа, ты же аналитика, где спецификация? Ну, и, собственно, у спецификации тоже есть свой жизненный цикл. Первая стадия, то есть когда она вот только зародилась, эта стадия называется «Ready for Review». То есть когда мы написали самую первую версию документа, она сырая, она отправляется команде тестирования, команде разработки, заказчику. И дальше обычно где-то неделю ее все читают. Ну, как правило, хорошо было бы, чтобы это всегда было так. Но, к сожалению, обычно так не бывает. Дальше, если все хорошо, в нее вносятся какие-то там замечания или не вносятся, но чаще всего, естественно, вносятся. После этого она переживает новую стадию. Это называется «Ready for Acceptance», РФА. Соответственно, в этот момент это уже почти готовый документ, который уже будет жить своей жизнью. Но, опять же, там есть неделя или там пять дней, из-за которой, опять же, все команды должны прочитать, посмотреть, то есть понять, если до этого были какие-то обсуждения документа, там согласные, не согласные, то есть если все совсем согласны, то есть дальше документ уже уходит в стадию А, то есть в Accepted. И обычно, ну, как правило, тестировщики уже больше погружаются в документ на стадии Accepted. Ну, потому что понятно, что у всех там разные моменты, то есть там большая загрузка или просто нет времени там прочитать документацию, или кто-то просто не любит читать документацию. Такое тоже случается, к сожалению. Соответственно, если у нас бывает разная документация, какие у нас бывают аналитики? Аналитики тоже бывают разные. Как мы можем судить из названия документов? Чаще всего мы с вами сталкиваемся с бизнес-аналитиками, хотя, опять же, если мы с вами посмотрим какую-то элементарную классификацию или там откроем какой-нибудь там форум аналитический, аналитики это вообще совершенно могут быть разные люди, то есть бизнес-аналитик это может быть как IT-аналитик, то есть с которыми мы с вами работаем. Также это может быть, не знаю, товарищ, который проводит аудиты, он точно так же называется, он тоже называется бизнес-аналитик. Но для нас, для нашей с вами сферы важно, собственно, понятие бизнес-аналитика, понятие solution-дизайнера, с которым вы как тестировщики, наверное, не очень часто сталкиваетесь, но все-таки нужно, наверное, знать, что есть такие люди. Они зачастую, как я уже говорила, как можно догадаться, отвечают за документ, который называется solution-дизайн или FSL. Но, как правило, этот документ, так как он, собственно, более высшей категории, показывает нам какое-то взаимодействие между другими системами, как у нас работает наше приложение в контексте каких-то других порталов, например. И зачастую solution-дизайнеры не очень любят отвечать на классические вопросы и серии «А где спецификация?» или «Когда она будет?» или, собственно, почему-то не учел мои комментарии. И, в принципе, такие уже более, скажем так, углубленные в менеджмент люди. Что касается терминологии. Как мы уже с вами проговорили, собственно, бывает, скажем так, у каждого человека из каждой профессии есть некий тезариус, то есть набор, скажем так, каких-то понятий, терминов, с которыми он работает. Также вам, собственно, тестировщикам нужно не стесняться спрашивать аналитика какие-то вещи, если они вам непонятны с точки зрения терминов. Ну, как бы понятие функционального, нефункционального требования обычно все-таки все знают, но также стоит помнить, что есть бизнес-требования, есть, собственно, такая вещь, как тест-идес, что это, собственно, рекомендации к тестированию. По стандарту нашей компании это отдельная глава в спеке, которая должна заполняться аналитиком, то есть аналитик, как носитель все-таки более глубоких знаний о том, как должно реализовано быть это требование, он должен писать туда свои комментарии по поводу того, как лучше протестировать, скажем так, его документ. Ну, опять же, FSS, ASP, DSP и другие термины. Скажем так, примеры жизни, почему важна терминология. Ну, в нашем проекте недавно буквально случилась такая вещь, что у нас все спецификации всегда назывались functional specification и назывались FSS. И как бы это было абсолютной нормой, никто не удивлялся, а потом по воле бизнес-департамента в какой-то момент они стали называться ASP, и когда ты видишь документ с непонятным тебе названием, ты немножко фрустрируешься, потому что, как бы, а что это? Это абсолютно, как бы, здравая человеческая реакция, ну, на непонимание, потому что как? Соответственно, если мы с вами имеем документацию, она у нас должна соотноситься с вашими тестами, потому что именно то, что тесты мы пишем по спецификации, и как мы можем их соотносить. Непосредственно тесты и требования, они должны быть синхронизированы. Для этого есть специальные вещи, которых я скажу немножко позже, для этого есть специальные, скажем так, инструментальные, специальные программы. Нужно также помнить, что существуют различные уровни тестов и требований, опять же, там функциональные, нефункциональные, какие-то более важные кейсы, более, менее важные и так далее. Существуют, скажем так, существуют разные виды инструментарий, которые можно использовать. Я хотела бы рассказать про Polarian, который используется в моем проекте. Он позволяет решать разные задачи. Это управление требованиями, управление изменениями, управление задачами и, собственно, планирование, и так же, как он работает, как аудит качества и как бактрекинговая система. Вот так вот выглядит Polarian в случае нашего проекта. Ой, извините. Что касается Polarian, почему я выбрала именно него, потому что, как я уже сказала, существует много разных возможностей для реализации, скажем так, подобных функций. Он удобен чем? Туда можно залить спецификацию и разбить ее на требования. То есть он как сам ее разбивает на требования, так и может сделать руками. С точки зрения тестирования это удобно чем? То есть каким-то большим крупным модульным спецификациям туда можно залить регрессию, то есть регрессионные тесты. И при этом там можно посмотреть и покрытие, и какие тесты находятся в каких стейтах, зафейлены, зафейлены. Это на самом деле очень удобно. В данном случае стоит помнить, что с точки зрения тестов аналитик также к этому имеет большое отношение. Он должен, скажем так, точнее, не то что должен, это задача, наверное, даже больше тестировщика, сказать аналитику, чтобы он не забывал ревьюить его тесты. Потому что, как уже было сказано до этого, глава теста ID, она дана не просто так. К завершению своего доклада я бы хотела напомнить снова вам про качество. Собственно, мы с вами знаем, что аналитик фиксирует требования, соответственно, тестировщик составляет тестовые сценарии, и при взаимодействии мы опять же можем сильно улучшить качество нашего ПО. Но здесь стоит помнить вот что. Нам нельзя выкинуть из этого, собственно, скажем так, неплохого тандема, еще третье звено, без которого бы всего этого не было, это разработка. Соответственно, здесь есть некие моменты, которые аналитик может помочь вам решить. Собственно, какие-то вопросы по непониманию спецификации. Опять же, любимый вопрос, баг это или фича, который на самом деле обычно решается достаточно легко, быстро, непринужденно. Опять же, считать багом или функциональной особенностью, и просто стоит помнить о том, что аналитику иногда, как человеку, который, в принципе, его работа это коммуницировать, опять же, выяснять всякие тонкости, ему иногда просто проще выяснить у разработчика, почему он именно так реализовал его требования. Взаимодействие. То, собственно, к чему все это и ведет, что без взаимодействия, без активного взаимодействия и уважения друг к другу у нас с вами ничего не получится. И немножко личного опыта, чтобы вас повеселить. Это на самом деле живые цитаты из того, что обычно случается. То есть здесь мы видим стандартные вопросы, которые возникают к аналитику. То есть от того, где взять спецификацию, некие проблемы, которые решаются в интернациональных проектах, потому что в моей ситуации у нас проект, рекомендированный на Deutsche Telekom, то есть он немецкий, и у нас очень часто бывают моменты, что есть вопросы просто на непонимание, потому что интерфейс немецкий, и часто аналитик просто помогает решить какие-то трудности перевода, которые случаются с людьми. Ну и опять же, как показывает психология, и как показывает практика, очень часто немецкие коллеги, как заказчики, как аналитики, собственно, так и разработка, они гораздо охотнее отвечают человеку, который говорит с ними на одном языке. Ну, собственно, аналитик, если он, собственно, фиксирует тремление от немецкого бизнес-департамента, он должен быть, соответственно, владеть языком. И так на самом деле гораздо быстрее и лучше получается. Ну и опять же, уважайте друг друга, уважайте коллег по цеху, потому что без взаимного уважения очень трудно существовать друг с другом. Если у вас есть вопросы, я, к сожалению, вышла немножко за тайминг. К сожалению, времени на вопросы у нас не осталось, так что можете задать докладчику позже, а сейчас переходим к следующему докладу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ